Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Сильвия Лёкен с ее книгой «Сила интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу». Сильвия Лёкен немецкий мотивационный спикер, специалист по публичным выступлениям и вместе с тем интроверт, которая долго не могла понять, что же с ней не так в мире экстравертов. А когда поняла, то и написала эту книгу, которую мы с вами сегодня разбираем. Нужно сказать, что про нее очень мало информации в русскоязычной части интернета и в общем-то все, что есть в паблике, собственно в самой книге и указывается. В оригинале книга была издана в 2012 году, а русский перевод увидел свет в 2017. Удивительное совпадение, но в этом же году, в 2017, увидел свет Мерло Терре Сицилиане от Канти. Если вы смотрите обзор в формате «10 фактов, 3 задачи впервые», то наверняка не знаете, что вместе с хорошей книгой я, как правило, беру бутылочку хорошего вина, открываю ее и периодически попиваю. У меня очень сложные взаимоотношения с итальянскими винами, вернее с итальянскими красными, в белых итальянцам почти нет равных, кроме, наверное, французов. А вот тут что-то не заладилось. И поэтому, несмотря на нотки фруктов, пусть, наверное, все-таки подышит. Ну, в двух словах, Мерло – это классическое красное, Сицилии, контролируемое по происхождению. Ну, название Канти переводится с итальянского как «песни» или «веселье», или, в общем-то, «пой». И поэтому, нужно сказать, кстати, что это достаточно молодая винодельня, она там 2001 года основана, и в 2002 они уже начали продавать вино по всему миру, но они специализируются на молодых игристых или молодых винах, и поэтому красное, наверное, все-таки бывали не получше. Ну, я там так к вам торопился, что схватил первое попавшееся. Интроверты. Значит, им нелегко в повседневной жизни, как утверждает Сильвия. Чтобы добиться успеха, необходимые навыки, какие-то коммуникации, активная жизненная позиция, которой они не обладают. И вот Сильвия Ликен взялась помочь интровертам оценить сильные стороны своего характера и реализоваться как личность, построить успешную карьеру, счастливые отношения в браке, что немаловажно. Вообще, нужно сказать, что вся книга, она построена на тезисе, что экстраверты захватили мир, они крикливые, шумные, коммуникабельные, веселые, а бедные интроверты не знают, как с этим быть, что делать, куда плыть. И, кстати, про пример плавания в книге есть очень интересная иллюстрация, которая говорит о том, что все книги по саморазвитию, прокачиванию софт-скиллов, они не годятся для интровертов, потому что в основной своей массе пишутся экстравертами и для людей с экстравертивными наборами качеств. Поэтому пытаться учиться по ним развивать себя как личность, будучи при этом интровертом, это все равно, что со слов автора учить орла плавать по инструкции, написанной уткой. А вот, дескать, она, Сильвия наша Лёкен, написала чуть ли не первую в своем роде книгу, которая поможет именно интровертам не только обрести душевное спокойствие и гармонию, но и выбиться в люди в этом страшном мире. Получилось это у Сильвии или нет? Давайте посмотрим. Общительный интроверт. Значит, ну, как мы уже говорили, вообще дисклеймер такой, интровертивность и экстравертивность, это, в общем-то, разница психотипов, которые базируются на том, что интро – это эмоции, направленные внутрь, экстра – это эмоции, направленные наружу. Если вы видите человека, который машет руками, громко разговаривает, хохочет, и он при этом не итальянец, то, скорее всего, это ярко выраженный экстраверт. Если вы увидите человека, который, мирно завернувшись в плед, читает книгу вот уже три часа подряд, то, скорее всего, перед вами интроверт. Так вот, Сильвия говорит, что интровертов принято считать замкнутыми личностями, которые предпочитают уединение, но это стереотип, потому что можно относиться к психотипу интровертов, но при этом быть открытым и общительным человеком. И, в общем-то, общительные интроверты – это достаточно частая история, только они бывают вынужденно общительны, а бывают осознанно общительны. И вот, прочитав книгу, вы понимаете, как ведут себя осознанно общительные интроверты или как стать осознанно общительным, если вы вдруг являетесь интровертом. Вообще, главное отличие экстраверта от интроверта в том, что, мне кажется, что упоминание слов «интроверт» и «экстраверт» в этом обзоре будет даже больше, чем слово «мудак» во время обзора книги «как не работать с мудаками». Так вот, главное отличие экстраверта в том, что он черпает вдохновение от шумных компаний, а интроверт – тишине. И, по мнению автора, желание остаться наедине с собой, оно является как бы или признаком усталости, или признаком того, что ваш психотип меняется, и вы там переходите из экстравертивного состояния в интровертное. И определение личности, на текущий момент времени добавлю я, это одна из самых важных задач, которые вы, как гармоничный человек, должны решить перед собой. Потому что не существует людей, которые наделены исключительно интровертными или экстравертными чертами характера, как не существует черно-белого мира и не существует абсолютного добра и зла. Психотип, он определяется по преобладанию качеств, и мое мнение, что преобладание качеств – это динамичный набор, который может меняться с течением времени. То есть сейчас вы склонны к уединению интроверт, а через год-два или пол-полтора вам захочется шумных компаний, черпать вдохновение в поездках, в каких-то новых знакомствах и встречах. Это нормально. Просто вот эти невыраженные свойства личности, они могут проявляться в определенных ситуациях, выводящих из зоны комфорта. И поэтому вы должны адаптироваться под них. В общем, определение личности – это одна из самых первых практических задач, которую я записал после того, как прочитал эту книгу. В книге есть таблицы, помогающие вам определить ваше текущее состояние и выделить, самое главное, при этом сильные стороны коммуникативные, которые нужно дальше развивать. Вот как в примере с орлом и уткой, что если вы родились орлом, вам не нужно плавать как утка, потому что вам нет равных в небе, вам важно только понять это. И вот определение личности как раз отвечает на этот вопрос. Ну, и в общем-то самое главное отличие интро и экстра, как называет их автор, заключается в способе восстановления. Люди обоих психотипов по-разному снимают стресс и усталость, и экстраверты, они заряжаются энергией от общения с людьми, а интроверты – от пребывания в одиночестве. Потребность вот этого уединения для интро – это не что иное, как желание отдохнуть, чтобы при этом оставаться в гармонии с самим собой. И Сильвия рекомендует вам задавать себе вопрос, что мне действительно нужно сейчас исследовать внутреннему голосу, чтобы при возникновении потребности правильно ее идентифицировать. Или побыть наедине, вот где-то возле воды на закате, как на фотографии на этом слайде, или ворваться в шумную тусовку и общаться с людьми, тем самым черпая энергию. В общем, ваша задача, правильно определив тип, научиться правильно восстанавливать энергию, восстанавливать жизненный баланс, потому что именно от этого зависит то, насколько хорошо вы будете делать ту работу, которую вы делаете, насколько быстро вы будете двигаться, ну и так дальше. Чередуйте время. В общем-то, мне кажется, что и интровертам, и экстравертам требуется восстанавливать силы для контакта с людьми. Просто у интровертов этот период восстановления, он чуточку больше. А экстраверты тоже, если очень много переобщаются на каких-нибудь конференциях, выступаются, очень много контактов, им потом хочется полежать и в тишине, и в общем, не двигаться. Поэтому научиться правильно распоряжаться временем и чередовать время восстановления с временем активности, это одна из самых основных задач, что для интровертов, что для экстравертов. Просто все книги, которые пишутся для экстра, они как бы говорят о том, что двигайся быстрее, давай, тебе нужно закрыть 50 сделок за год, 200 встреч сделать, и неважно какой ценой ты сможешь. А интроверта это может просто убить. И, в общем-то, чередование времени, его задача в том, чтобы вы были гармоничны и были в постоянном состоянии счастья, они не выгорали, а благодаря тайм-ауту получали вдохновение, которое позволяет вам двигаться дальше с темпом, который вам комфортен, и получать удовольствие от всего, что вокруг вас происходит, а не от того, что вы двигаетесь по чек-листу и делаете так, как вам сказали в книге. Набор фактов с сильными сторонами интровертов. В первую очередь автор выделяет самокритичность. Интро склонно анализировать свои поступки, и вот эта самокритика, она, как правило, ставит высокую планку, интроверты понимают, чего они хотят достичь, и они, в общем-то, двигаются четко в этом направлении. Обратная сторона медали — это снижение уверенности в себе. Я вообще считаю, что самоанализ, рефлексия, она убивает, если в чрезмерном количестве, она убивает способность быть счастливым. Потому что еще классики говорили про то, что знание умножает скорбь, и, в общем, чем больше вы копаетесь, тем больше вы достаете каких-то фактов изнутри себя, и тем грустнее становитесь. То есть, в общем, будьте самокритичными, но при этом не переходите грань, то есть будьте в состоянии дзена, не переходите грань, не занимайтесь самопоеданием. Сохраняйте спокойствие, как молодой человек на этом слайде в костюме медведя. В любой непонятной ситуации нужно наряжаться в костюме медведя и быть спокойным. Спокойствие — это сильная сторона интровертов, потому что они меньше эмоционируют, меньше расходуют энергии и четче понимают, как мелкими шагами дойти до нужной цели, в то время как экстраверт будет отвлекаться, будет джонглировать горящими мечами и, в общем-то, вокруг себя сеять веселье, панику и раздор. Но при этом очень важный момент, что экстраверты, которые общаются с интровертами, они, как правило, склонны оценивать вот это спокойное поведение интро как пассивность. Им кажется, что нужно обязательно потыкать палочкой в интроверта, расшевелить его куда-то, тащить за собой и заставить его жить в том ритме, в котором живет экстраверт. Это неправильно. И об этом будет еще отдельный слайд про семейный очаг. В общем, если вокруг вас ваши друзья или близкие, родственники, знакомые живут просто в другом ритме, вы интроверт, они экстраверты или вы экстраверт, они интроверты, научитесь уважать вот эти самые биоритмы, временные промежутки для отдыха, способы восстановления друг друга и не навязывайтесь. Ну и интроверты, благодаря самокритичности и спокойствию, они более склонны проявлять упорство и идти к намеченной цели, потому что, как говорит Сильвия, молчаливые люди старательно выполняют свою работу. Они сосредотачиваются на больших количествах задач и, в общем-то, успешно ведут переговоры, планируют бюджет. Вообще, как я понял, и по своему состоянию, и по тому, что пишет Сильвия, интроверты – это больше про скорпулезную, методичную, ежедневную работу, и даже на конвейере они, наверное, не сошли бы с ума. А экстраверты – это все больше про креатив, про веселье, эмоции и всякую движуху. Нужно понимать, какая ваша сильная сторона, и не лезть туда, в чем вы вообще ничего не смыслите. Корнеги Дейл когда-то давно учил нас активному слушанию и тому, что это самая важная вообще черта характера успешного человека – уметь слушать другого человека. И это с ходом времени проявляется в эмпатию, способности к сопереживанию, к эмоциональному состраданию и связи с другим человеком. Так вот, интроверты эмпатию эту проявляют гораздо больше, просто потому, что им не нужно выплескивать много информации на других людей, они готовы ее поглощать. Обратная сторона медали эмпатии интровертов в том, что… Ну, в общем, хорошая сторона в том, что они очень хорошо чувствуют собеседника, они из интровертов получаются, наверное, хорошие психологи, но обратная сторона в том, что очень легко стать жилеткой просто для постоянных жалоб и, в общем-то, тоже быть несчастливым в этом процессе общения с экстравертами, в этом процессе наблюдения за окружающим миром. Именно потому, что интроверты, они, как правило, всегда заинтересованные слушатели, поэтому люди к ним тянутся. И, ну, Сильвия говорит, что вот доверие и благосклонность к собеседнику, которая в результате этой эмпатии проявляется, то можно применять, использовать для себя. Важно только понимать, как это делать, и важно вот не перейти эту границу, чтобы не стать жилеткой или, не дай бог, не провести всю жизнь в одиночестве от того, что вам уже надоело общаться со всеми людьми, и вы хотите быть затворником. Ну, такое достаточно спорное заявление после всех положительных моментов о том, что просто интроверты и экстраверты абсолютно одинаковые, но у них разные способы восстановления, разные временные периоды восстановления. А тут она скатывается в то, что интроверты не всегда готовы к отношениям и вообще хотят вот стоять возле окна в черной комнате, никого не видеть, и при этом есть все равно 5 способов разнообразить жизнь без партнера. Это общаться с интересными людьми, но дозировать это общение, завести себе хобби, которое будет приносить радость, например, попивать итальянское вино и делать обзор какой-нибудь книги про силу интровертов. Поддерживать дружественные связи – это третий способ. Помогать другим людям, если чувствуете в этом необходимость, и искать единомышленников. Такой, знаете ли, анонимный клуб, интровертов. Ну и семейный очаг, да. Для гармоничного существования в паре интровертам необходимо равноправное отношение. То, о чем я говорил. То есть, если вокруг вас вы, там, экстраверта, видите вокруг интровертов, учитесь сохранять границы, учитесь вот этому общению в стиле ненависания. Если же вы интроверты, вокруг вас одни экстраверты, дайте понять, что у вас должна быть там своя зона комфорта, вам нужны другие временные периоды, чтобы восстанавливаться, и вы просто иногда хотите побыть наедине с собой. Партнер должен вообще понимать, что вот вам иногда нужно побыть наедине, и поэтому личное пространство, границы и зоны комфорта, они должны быть установлены, проговорены, их следует уважать. Глупо надеяться, что это будет понятно и так, просто потому что вы не разговариваете последние две недели и не хотите общаться, то есть, сам должен об этом догадаться. Про это нужно проговаривать, и важно понимать, что, ну, конечно, равноправное отношение, это не значит, что интроверт должен жить только с интровертом, но важно понимать, что уважение должно проявляться в обе стороны. Вообще, несмотря на снисходительный тон и претенциозность, уже даже в названии используемые слова, как использовать свои странности на пользу делу, то есть, я не понимаю, зачем было проводить аналогию с тем, что интроверсия — это некая странность, но, тем не менее, заслуживающее внимание, попытка разобраться во внутреннем мире интровертов, особенно книга, мне кажется, будет полезна как раз экстравертам, которые никак не могут выстроить отношения с интровертным начальником, девушкой, парнем или просто близким человеком, поэтому, возможно. Как я и говорил, вот одна из первых задач, которую я записал в букнот, это было заполнение таблицы для самоанализа и попытка выделить сильные и слабые стороны текущего психологического состояния. Если вы смотрите, слушаете этот подкаст с обзором впервые, то я вынужден вам сообщить, что все свои факты и задачи из книги, я записываю в букнот. Букнот — это такой блокнот для осознанного чтения, который мы придумали в «Читай быстро». Его вообще может заменить, конечно, любая тетрадь или даже там обои в вашей комнате. Смысл в том, что для того, чтобы отложились какие-то мысли из книги, они должны быть записаны. А для того, чтобы мысли изменили вашу жизнь, они должны быть сформулированы в действии, в задачи, которые вы пойдете и закроете после того, как дочитаете эту книгу. И поэтому букнот был структурирован так, чтобы вам было удобно выписывать сначала факты, а потом из этих фактов формировать задачи из каждой книги. Плюс на каждой странице, как вы можете увидеть на третьей фотке слева, на каждой странице есть внизу советы по скорочтению. Там 100 страниц, и они абсолютно разные. Теплый чехол, два карандашика. В общем, удобно с ним работать. И все книги, которые я читаю, факты и задачи, я как раз записываю в такой букнот. Кроме заполнения таблицы для самоанализа, у меня была задача еще по тому, чтобы во время знакомства стараться идентифицировать принадлежность собеседника к клану интровертов или экстравертов, чтобы выстраивать удобные коммуникации, и, в общем-то, получать максимум и удовольствия, и комфортности от такого общения. И выбирать для себя только тот способ восстановления, который в данный момент времени подходит мне больше всего. Я и сам не могу определиться до конца, к кому же я все-таки больше отношусь. И вообще я склонен считать, что интроэкстравертность, она переплетена так, что, в общем-то, может замещать друг друга с течением времени, как я говорил уже сегодня в обзоре. И если вот сегодня для того, чтобы вам восстановиться, нужно идти в клуб, то идите в клуб. А если нужно походить по лесу, то не нужно тащить себя в клуб. И главное, нужно людям, которые вас окружают, дать это достаточно четко и ясно понять. Такой была Сильвия Лекен с силой интровертов, как использовать свои странности на пользу делу. Это проект «Читай быстро», буква.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, колокольчик, пишите комментарии, ставьте сердечко, комментарии. В общем, все то, зачем вы, как правило, приходите на YouTube. Если вдруг вы заинтересованы тем, с какой скоростью вы читаете, то можете проверить свою расчетную и реальную скорость чтения, умноженную на коэффициент осмысленности, на сайте буква.инфо.слышар.пит. Там будет небольшой текст, можно проходить несколько раз, тексты все время разные, потом вопросы, потом ответы, и потом вам выдадут сертификат, в котором будет указана ваша реальная скорость чтения. Если захотите больше узнать про блокнот для осознанного чтения, или про наши рабочие тетради, или просто почитать статьи, связанные с обзорами книг, со скорочтением, с развитием памяти, то приходите на блог буква.инфо.слышблог. Ну и обновленный инстаграм буква.инфо. Там как раз совсем недавно выложили пост про основные подарки книгам. А нам сейчас, кстати, буквально 25 дней остается до нового года, нового 2020 года. Если у вас в окружении есть какой-то книгоман, а вы все еще не знаете, что ему подарить, то вот обязательно приходите на блог, почитайте статью. А если вы и есть тот самый книгоман, да еще и интроверт, то просто возьмите ссылку на эту статью, скопируйте и с сопроводительным текстом о том, что теперь вы знаете, что мне подарить, разместите у себя в фейсбуке. А вот кто-то и поймет, на что вы намекаете. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо. Увидимся через неделю. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.